Привет, меня зовут Ольга Громыко, я помогаю экспертам в мягких нишах выстраивать системы продаж. Сейчас я вам расскажу, какие есть проблемы у экспертов с клиентами и почему эксперты могут целевать своих клиентов и недозарабатывать деньги. Ситуация первая. У эксперта есть клиент, у клиента есть запрос. И он вышел на просторы интернета и нашел 4 эксперта, у которых есть продукты, которые могут решить запрос клиента. Но у этих экспертов цены на продукты разные, условия разные и как клиенту в этом разобраться непонятно. Чтобы разобраться во всех этих нюансах, нужно изучить тонны информации, просмотреть социальные сети, изучить телеграм-канал, изучить сайт, изучить топ-линк. В общем, у клиента в голове каша. Если с клиентом никто не свяжется и не поможет ему разобраться с этой кашей, то какой выбор сделает клиент, конечно же, он купит там, где дешевле. Потому что для клиента будет услуга эксперта 1, 2, 3, видится как идентичная. Почему люди покупают там, где дешевле? Потому что они не видят разницы. Но чтобы показать клиенту эту разницу, с ним нужно связаться и с ним нужно правильно поговорить. Нужно использовать правильные техники продаж и это не про скрипты сейчас. Следующая ситуация, когда у клиента есть запрос, есть некая проблема. И эту проблему он может решить несколькими услугами, несколькими вариантами. Эти варианты могут быть совершенно разные. Клиент не знает, что для него может быть лучше, какие могут быть подводные камни. И клиент пытается изучить информацию, он смотрит, он читает, он советуется. И вопрос, где он купит? Правильный ответ будет, что клиент купит там, где с ним правильно поговорят. Где у него уточнят его запрос, его проблему, его ситуацию, что его волнует, что его беспокоит. Какие варианты он уже изучал, с какими конкурентами он уже общался, какие есть ограничения у клиента, какой у него уже есть опыт. Клиент купит не там, где на него вывалят всю информацию, как считалочку, а там, где ему зададут правильные вопросы. А чтобы все это выяснить, нужно войти в доверительные отношения с клиентом. Ситуация номер три. Клиент уже чем-то пользуется. У него уже есть определенный продукт, определенная услуга, которую он купил у эксперта. Но есть еще три заманчивых предложения, среди которых будет одно из ваших. Что будет делать клиент? Конечно же, если клиента все устраивает, он будет покупать там же, где и покупал. Даже если ваше предложение более выгодное и более интересное. А что же останется вам? А вам останется только ожидать, когда ваш конкурент сделает какой-то косяк. Накосячит, и тогда вы вступите в игру. Используя все ваше мастерство, зная техники продаж, вы заберете себе этого клиента. Но на самом деле можно ждать очень долго, пока ваш конкурент сделает какую-то ошибку, а можно поступить по-другому. Можно прийти к этому довольному клиенту и попробовать продать ваш товар или услугу, зная техники продаж, сделав ему уникальное контрпредложение. Но, конечно же, если вы просто придете и сделаете предложение, то клиент, скорее всего, вас отправит подальше. Но если вы знаете техники продаж и сделаете все правильно, то у вас есть шанс поработать с этим клиентом. Если у вас есть какой-то затык с продажами, и вы чувствуете, что вам этот момент нужно проработать, потому что продажи – это самый крутой, невероятный и уникальный навык, которым должны обладать все эксперты, чтобы продавать свой продукт. Потому что продажи – это кровь бизнеса. Нет продаж – нет денег. Если вы хотите этот навык прокачать, приглашаю к себе на экспресс-разбор, и мы посмотрим, где ваши узкие места, которые нужно усилить, чтобы круто продавать.